В Соединенные Штаты прибыл наемный убийца из Мексики, причем прибыл совершенно легальным. После освобождения из тюрьмы американский гражданин, 17-летний Эдгар Хименес Лук, был экстрадирован на родину. Мысль о том, что бывший заключенный, на счету которого как минимум 4 убийства, будет свободно разгуливать по улицам, наводит страх на американцев. Все подробности скандальной истории у Евгения Маслова. Эдгар Хименес Луга сегодня в заголовках американских новостей. Подросток-убийца с американским гражданством, отсидев 3 года в мексиканской тюрьме, возвращается на родину, где будет свободно разгуливать на свободе, в Техасе, где Хименес Луга будет жить. Если его не примет семья, то, как несовершеннолетнего, его могут поместить в приют, но задержать его не имеют права. Эдгар Луга по прозвищу Панчо, что называется, прославился 3 года назад, когда в 14-летнем возрасте был задержан мексиканской полиции и признался, что работал убийцей по контракту на один из крупнейших наркокартелей Мексики. Подростка задержали в аэропорту с кокаиновым пистолетами в чемодане. О том, что он лично обезглавил четырех человек, Луга сам рассказал полицейским на допросе. К тому же выяснилось, что вместе с сестрой он выполнял курьерские поручения наркоторговцев. Дело малолетнего убийцы рассматривал государственный суд мексиканской столицы и приговорил к максимальному для подростков сроку – три года. Столь малый, по мнению обвинения, срок шокировал даже мексиканцев, привычных к криминальным новостям. Но власти не смогли обойти закон. Наказание больше для несовершеннолетних не предусмотрено. Мексика давно уже стала для прессы аналогом американского Дикого Запада, только вместо ковбоев и бандитов – наркоторговцы и многочисленные картели, ведущие друг с другом войну. Массовые захоронения жертв бандитских столкновений в Мексике обнаруживают регулярно, а подавить разгул преступности не могут даже правительственные войска. Но даже на этом фоне история про наемного убийцу-подростка выглядела достаточно дико, как для американцев теперь выглядит и тот факт, что безжалостного бандита без проблем запустили обратно в Соединенные Штаты, несмотря на опасения мексиканской полиции, что Луга не готов полностью расстаться со своим гангстерским прошлым. Подросток-бандит, как известно, уже на территории США. Первая остановка в Техасе. Ну а дальше, как свободный человек, он теоретически может оказаться в любом крупном городе Соединенных Штатов. Одна эта мысль американских обывателей бросает дрожь. Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.